он здесь по трубе направо вот моя конспиративная квартира иногда в вазах бывает что-то спрятано, но здесь по-моему ничего не спрятано банка котировки, автоответчик слушаем, это важно здравствуйте, мистер Причард мне стало известно, что ваш самолет задерживается а срок действия как кода доступа в комплекс уже истек для вашего доступа у него код 0118 он такой же, как код от вашего номера надеемся, вам у нас понравится так, ну дальше можно и не слушать если мы забываем этот код просто возвращаемся к двери и смотрим, какой номер двери 0118 так кстати, а дверь теперь можно просто открыть не вводя код 0118 запомни 0118 так, здесь у нас есть где-то ресторан 0118 я в костюме правилам охранника 0118 нет 0118 давай же вспоминай 0 1 а дальше 18 подсказать девушке чтобы не мучилась а точно 0 1 1 8 зил вам анэйт это запретная зона как вы пожаловать идите вдоль серой линии цели в проверке спасибо а сюда нельзя проносить ничего запретного и мне то сюда она не надо а дело в том что я что могу сделать ладно сюда я сюда чисто за хиткойнами то есть исключительно для того чтобы взять и тканем так это я прости что разбудила но я кажется забыл выключить кофемашину перед уходом да прости пожалуйста беспокой чтобы ничего не загорелась хорошо да спасибо и я тебя сладкий снов вот еще одна моя цель одну из целей мне надо обязательно отравить но не обязательно как дополнительное задание за когда я получу так здесь камера есть камера нет а вот он спрятался так надо вспомнить у меня 15000 а я должен расстрелять охранника из пистолета пулемета устранить и охранников устранить и охранников троих из пистолета пулемет значит пистолет пулемет между глушителем это что да пп белый мка стоимость 10000 подходит или из мейкшифта что это штурмовой он плохо не подходит берем смотри-ка здесь и калмара есть может мне на него хватит так за 10700 я беру себе пистолет пулемет с глушителем отмычка 30000 вау и я себе а калмар если я возьму в этой миссии если мне повезет меня не убьют ведь я смогу его забрать с собой так мне осталось тысяча в этой миссии нужны отвертки поэтому я возьму отвертку дело в том что в этой миссии отвертками можно открывать электронные замки для того чтобы открыть электронный замок вам нужно будет просканировать его камеры например как сейчас но если у вас нет подходящего доступа есть три степени доступа то вы приспокойненько можете открыть и отверткой ну-ка протокол безопасности отключен а я мог мог бы а вот ослабить крепление вентиляции для этого как раз и нужна отвертка отверток здесь конечно валяется навалом смотри смотрите чемоданчик есть а чемодан это и мне дали в нем лежит пистолет-пулемет ой это уронил ну-ка 20 патронов маловато а ну-ка возвращай бабки у меня у меня еще и калмар есть а калмар у меня транквилизатор отлично так теперь мне хорошо бы конечно переодеться еще упс понимаете что а я переоденусь в притчерда кстати здесь лежала отвертка просто интересно да да отвертка обычно то есть отвертку да по этой миссии разбросана отвертка везде я реально переоденусь в притчерда и тогда у меня будет повод спуститься абсолютно легально в это подземелье всегда в руке лучше иметь монетку как называется не иметь монетку а лучше чтобы у вас при случайном нажатии на среднюю кнопку мыши что правда мало вероятно все равно пусть лучше это будет монетка так вот еще возможность украсть хиткоины и я много раз говорил у хитмана есть медленная походка с зажатым альтом которая не работает на лестнице вот сейчас она работает отпуская альта на нем быстрее а на лестнице такого нет но она она здесь стоишь это у меня единственная фраза для флирта даже если бы она стояла не одна я все равно спросил одна здесь стоишь главное не смысл головной тонаться спасибо о я знаю что делать через пейс до 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 Так, а Причард здесь? Да, он здесь. Возможность переодеться в повару, бывало у меня. Не кухня, а прохарной двор. Как работает активный слой? Попробуй помать дзен. Закрой глаза и обратись в свой внутренний взор на премию за сохранение секретности. Всегда работает. Мысль о премии и правда успокаивает. Мне же надо переодеться в повара. Оглушать здесь никого нельзя, потому что, во-первых, здесь открытое пространство. То есть вот здесь все слышно. Черт, я не успел. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok вниз пускать бесплатно а в квартире притчарда еще задал я должен был взять какое-то уведомление без него меня вниз не пустят надо смотаться туда еще раз код 0118 вон гостиница на двери так открыты уже так здесь должна была лежать бумажка но она здесь по-моему лежит да как сюжетному задание здесь нет такого чтобы по моему маска лежал либо здесь либо нас на кровати хорошо ну хорошо так я использовал зазряк агрессивный яд надо поискать еще один ведь это же кухня здесь обязательно должен быть крысиный яд подождите ка а в туалете я у него где нибудь как я выгляжу? неприятно так крысиный яд кухня здесь состоит лишь из одного помещения никаких подсобок нет а вот это уже обидно то есть я использовал единственный крысиный яд на локации наверняка крысиный яд есть еще и у бомжей подозреваю ух ты оказывается есть возможность пробраться но чемодан туда не возьмешь сюда будет приходить девушка наверно да? чемодан она заметит попробуем так а это выход я думаю это вход вниз ничего ребят я только вошел зона запретная мне надо переодеться в лаборанта или в охранника у меня есть калмар я могу одного сейчас я могу в одного выстрелить в левого а правого перебить чемоданом это может быть очень большой ошибкой конечно я не знаю там видно нет там не видно калмар надо целиться выше есть 2 2 2 3 2 1 2 я могу перетащить потом маскироваться по крайней мере теперь в костюме охранника у меня есть возможность носить легально с собой пистолет пулемет заключен сейчас проверим чемоданчик можно нет чемодан в уровне не влезет 100% конечно не влезет мне нужно убить троих охранников пистолет пистолетом с помощью этого пистолета пулемета без свидетелей написано при свидетелях один свидетель почему один свидетель потому что либо я что то пропустил потому что когда я обезвредил обезвредил с помощью пистолета калмар одного из охранников второй это увидел но он увидел не меня он увидел он увидел как его товарищ падает без сознания я так хочу узнать побольше о проекте Ройс уверена это нечто гениальное может и так ее программный код он как тело атлета нацелен на максимальный результат очень продуманный и невероятно естественный смотришь на программу и понимаешь да это лучший способ реализовать естественно не то что приходит на ум когда думаешь о Ройс причем я не про ее импланты и наработку тела я скорее про характер она просто сочетание несочетаемого в таком смысле скромная она самоуверенная обожает командовать интроверт доможных костей но в курсе про все и про всех кто тут работает все слухи она узнает раньше всех как они распространяются как ей думаю она видит суть вещей может оценить все возможные варианты и прийти к единственно верному выводу что-то типа суперсила что чушь какая-то мне кажется это и есть ее проект и она испытывает и он сотрудник я не успеваю так быстро читать уж извините единственное что я понял что Ройс какая-то супер женщина видишь одно так аналитик комплекса я могу в него переодеться и спрятать пистолет примерно сюда например видите можно любую с любым допуском открыть отверткой гениально это что такое электронный ключ первого уровня доступа но первый уровень доступа у меня и так по-моему есть по-моему проводим полное сканирование организма чтобы они не вероятны ошибок на большем месте мы исследуем множество разнообразных параметров и разделяем их на три категории во-первых физическое состояние проблем со здоровьем вероятность инфаркта инсульта эпилепсии также обследование человека например опухолей бактериальных инфекций и вирусов вопросы и и и то есть вы просто обследуете людей например болезней а вы говорите человеку если ну находите что-то разумеется у нас есть для этого специальный протокол фантом если можно добиться быстро и полного установления то мы оказываем врачебную помощь за свой счет прошу прощения я сейчас вернусь я вас не прощу электронный ключ второго уровня доступа мне нужен рвотный яд если что да эти уровни доступа нужны например для того чтобы с помощью камеры камеры мы сканируем какой-либо замок на данный момент стенка прозрачная информация из камеры передается нашим не помню кому в какую-то лабораторию и они открывают вот мы превратили прозрачную стенку в непрозрачную брикосов ровен и спину айди 125 480 с охранник уровень 2 это было неважно я просто ну это было но это было ну это было не это было не Там я уже был, я имею ввиду торговца. Две цели здесь находятся внизу, и одна, по-моему, наверху. У меня всего три цели, уже две, три, по-моему. Да, вон третья находится в приюте для бомжей. Там, где над бомжами проводят опыты. Две цели находятся здесь, под землей. Сюда я пока попасть не смогу. Access denied. Access denied. Допуск отклонен, закричен. Да, зеленый, tier one, или я не знаю, как считается по-английски. Tier по-немецки вообще это зверь. Выпендриваюсь. Зеленый это первый уровень допуска, желтый, соответственно, средний, второй и максимальный. То есть, третий уровень допуска, это красный. У нас есть первые два. Здесь я смотрю, какая-то система. Такое чувство, что я постоянно здесь торчу. У меня тоже, это все после Берлина. Я прошла два сеанса с психологом. Берлин это миссия с Хитмена 3 в ночном клубе. Включить кондиционер. Для чего? Чтобы кого-то выманить отсюда. Отравить яд отсутствует. То есть, здесь можно в систему кондиционирования впустить яд, а потом... Но для начала надо будет отключить кондиционер. А, и потом включить кондиционер, после чего здесь все заснут. Что у меня есть с собой? Ничего. Только абрикос. Но это может понадобиться в миссии. Так, в туалетах есть что-нибудь важное? Манипулирует. Но это для того, чтобы вызвать сюда кого-нибудь для починки. То же самое. И шкаф для того, чтобы как-то спрятать или спрятаться самому. У меня кнопки не работают. У меня надо переодеться в охранника с вторым допуском. Но судя по... Это второй допуск? У него написано... У него здесь красный и желтые цвета. То есть, допуск и... И туды, и туды. Ну хорошо, проверим. А, в туалете, если я сделаю что-нибудь не так, кто из них придет? Он придет. Он придет. Кстати, если я... Что-нибудь разместить... Что-нибудь разместить в месте, где должна закрываться дверь, то дверь не будет закрываться. Странно, невозможно. Я не могу разместить здесь, например, кость. Может, что-нибудь другое? Ну, лом я могу разместить. Но мне его жалко. Вот. Например, кирпич. Размещайте здесь. Дверь больше не закрывается. А, что? Сейчас чайку глотну. Дверь закрылась и сломала кирпич. Похвала разработчикам. Однаково. Так, надо как-то пробираться внутрь. Еще раз. Что мы имеем здесь? Отравить систему вентиляции нечем. Может быть, манипуляция сработает? Похоже, я здесь надолго не держусь. Это выход. Если честно, я сначала все-таки схожу в здание, где у нас бомжи обитают. А потом вернусь сюда. Потому что я хочу... Слушайте, я же могу убить охранников из... Сейчас они оглушены. По крайней мере, двоих. Раз. Два. Я все время забываю, что хит, но они все равно будут проще, чем кажется. Ведь убить охранника, это не значит подойти просто к охраннику или вступить с ним в перестрелку. То есть можно сначала оглушить, а потом уже стрелять. Переодеваться бомжом, это я умею. Да, третья цель у нас там, в лаборатории, где проводят опыты над бомжами. Да, третья цель у нас там, в лаборатории. Да, третья цель у нас там, в лаборатории. Да. Смотрите продолжение в следующей серии. Да. Вы признаете и понимаете, что полное сумму вознаграждение указано в договоре и что после его подписания вы не вправе в случае вашей недвижимости. Прошу меня простить. Так, наверное, мне понадобится... Пока не знаю что. А, мне нужен костюм как-нибудь охранника, но только такого, которого можно будет спрятать. А здесь, внизу, например, негде прятаться. Хотя я знаю где. Спасибо. 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 Устроить несчастный случай так, чтобы погибла цель и одна случайная жертва, что у меня для этого есть? Несчастный случай-то можно устроить, но только если бы здесь было что-то взрывчатое или если бы проводились опыты на кресле. Так, устранить окна без свидетелей, отравить и целевротный яд. Здесь придется действовать тупо, то есть просто выманить его монеткой, убить и всё. Кинуть. Иissimo. Черт. Несчастный случай, если тебя всё успокау для своих 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 других섯седв filler drink. В intro. Ой, здесь охранники Блин, срабатывает кнопка, ё-моё Так, ещё можно ли его спрятать? Это будет сложно дотащить его аж до сюда Не привлекая внимания Нет, охранник стоит почти Он боком стоит Субтитры создавал DimaTorzok Ну-ка, здесь можно где-нибудь спрятать? Ой Я туда зашёл О, шкаф Великолепно Значит, будет намного проще Например, я замаскируюсь под исследователя Этот костюм исследователя Он подходит и для нижних помещений Сейчас проверим Сейчас главное не попасться Какой-нибудь стража на глаза Проверим, годится ли этот белый флот В качестве маскировки Для Подземного этажа И, например, пропустит ли меня охрана Вон он Он здесь Он здесь Я стою Продолжение следует... 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 Надеюсь, не выйдут. Так, второй готов. А? Я теперь не войду. Я забыл, у меня испытаемый уход. Чемодан где? Один и чемодан. Отключит серный шкаф. Это же для того, чтобы проверить что-то внимание. Значит, у меня есть 3000, я могу дать за случайное убийство, несчастный случай. То есть я подвожу, например, бомбу, но это будет со свидетелями. Хотя, без свидетелей, это 1000, а подложить бомбу это 3000. Оп. Мистера, пока дверь не закрылась. Сука, закрылась. А, ну ведь есть же еще ход. Наверное, можно и туда пробраться по вентиляции, да. Потому что есть же еще... Есть же еще дальше проход. Или нет? Нету? А куда же я так пришел? Нет, это проход не туда. Вот еще есть проход. Надеюсь, что это он. Я имею право здесь ходить. А почему я... Почему я в стелс-моде? Почему я не могу с ним выйти? Нет, могу. Просто кнопка не сработала. Надо запомнить. Значит, на юге у нас вентиляция под лестницей. Можно ли выйти отсюда, скажем, через парадную дверь? тянусь, ну, я могу снять. А вот тут, вот это будет очень сложно. нужно будет подложить бомбу рядом чёрт надо устранить третьего охранника нет ладно, я лучше другого устраню которого не заметно я устроил несчастный случай и одной мощной взрывчаткой убил третью цель плюс случайная жертва тоже в красном костюме слава богу, что взрывчатка была мощная, потому что обычно если взрывчатка была бы она если бы она была не мощной она бы она бы не убила второго или вообще никого не убила так, мне нужен сейчас я прихвачу с собой ещё охранника чтобы получить тысячу с собой охранник чтобы получить кинозы кинозы в Спасибо. Спасибо. Ну что ж, я доволен. Ед. Трех охранников выполнил. Свидетели остались. А несчастный случай взрыв, то есть взрыв не сработал? Я убил большей цели, чем одну что ли? То есть случайно. Ну ладно. Ломающие шеи. Это потому что я... Две цели я убил... Хитман убил руками. Хитман у нас тут любит порядок. Я смотрю все на своем месте. Это Бартоли? Да, это Бартоли. Калмар наконец-то у него появился. Но он лежит специально... Он не считается пистолетом, да? Он считается, точнее, огнестрелом. Он считается инструментом. Их почему-то здесь два. Один Калмар-2, второй Калмар-2. У самых элитных... У них же... А, 9Р еще есть? У самых элитных у них... Хакл 9С cover с глушителем. Так, я хотел в промежутке между миссиями фрилансера я буду заходить в миссии по стрельбе в снайперке. Один раз снайперка, а потом следующий фрилансер. Потому что... Так, для смены деятельности. Так, отвертка. Все. Что у меня еще есть? Лом. Классно, классно, классно сделан очень. Я очень доволен тем, что... Тем, как разработчики поработали над Хитманом. Я сначала очень скептически относился к тому, что... Теперь нельзя отдельно покупать Хитман. Хитман 2. Отдельно нельзя покупать. Теперь все объединили в Хитман 3. Назвали это все... Хитман World of Assassination. Но... Чисто к сверению. У меня на другом Steam аккаунте есть... Игра Хитман 2. Со всеми дополнениями. То есть туда входит... Первый Хитман... 16-го года. Все миссии. И второй. Соответственно. И все это весит примерно... Не помню. 150... 155... 150 гигабайт. Игра Хитман 2 целиком. Вот эта игра. Хитман World of Assassination. Со всеми... Почти со всеми дополнениями. У меня нет лишь нескольких дополнений, которые стоят 200 рублей. Там... Макгрегор и последний какой-то в Берлине. Все остальное у меня есть. И эта игра, включаясь в себя все три игры, весит 75 гигабайт. То есть в два раза меньше. При этом она еще и оптимизирована очень классно. И тут так много всего сделано. С квартирой Хитмана все очень классно. Интересно, что будет дальше. Ведь они же не будут выпускать четвертую часть. У них какой-то будет новый движок, может быть, Glossier 3. И... Так. А вот улучшить квартиру я пока не могу. Я не достиг никаких новых форм. Так. Пока я пойду в снайперскую миссию. Снайпер Assassin. Вчера я попробовал Химмельштайн в Сибирь. Сейчас попробую Ханту Порт. Правда он очень сложный. Насколько я помню. Мне дается винтовка Дружина. Без... С глушителем. Айтак. Лонг Вай и Джин Но. В Хитмана второго, именно на другом аккаунте, у меня девятьсот пятьдесят часов примерно. Семьсот какой-то уровень. Семьсот пятьдесят. Я не помню. В этого же я... У меня сто... Сто одиннадцатый, сто тринадцатый. Сто двенадцатый. Сто двенадцатый. Сто двенадцатый. Сто двенадцатый. А, ну все. Я неправильно начал, короче. Дракон и я идут за перескут. Сто двенадцатый. Сто двенадцатый. Сто двенадцатый. Сто двенадцатый. Блин, перезарядка. А, он же сейчас будет уходить на вертолете, типа. Э! Срабатывай! да ё-моё а третья где опять перезарядка у меня кончились патроны все кончились патроны да ладно так остались блин остались ударно-волновые у меня не осталось патронов ничоси всех умрал быстро получилось блин уличный магазин на один патрон и уменьшается скорость перезарядки так ну как обещал одна миссия снайпера и потом опять в фрилансер продолжаем разговор теперь босс я так понимаю наверное теперь босс внешность это они выяснили они постепенно находят мк находит какие-то мелочи которые помогут мне найти босса серьги ну если серьга может быть одна видимо это женщина две серьги либо это шаман из миссии в Мумбае так остров эмброуз андаманское море мне кажется или там шесть целей одна из один из шести короче босс один из шести подозреваемых один сейв кто-то там и один поставщик хорошо почему у меня мышцы сработают выплаты за утрами да курьер один поставщики один сейфы один во отравите цель седативным ядом это возможно отравите цель рвотным ядом подожди сначала придется отравить рвотным а уже потом седативным а потом уже пристрелить наверное и отравите охранник это очень интересно так босс майдан у босса деловая встреча у босса сильная жажда жажда босс гурман головной убор а головной убор имеет ввиду любой потому что в прошлый раз тоже головной убор был отмечен именно так то есть такая же картинка была то есть кепка в принципе тоже головной убор ожерелье да серьги да значит это женщина примета нет волос лысая женщина вы увидели такую тоже кто у нас есть высые с серьгами и уже только какой-то шаман короче в санта фар санта фортуни в миссии в колумбии был шаман и шаман был в мумбаи вот у того бомбе быть сергей но он был не лысым в мумбаи аут оба шамана были неусы илана борся вежели нет волос где нет волос на груди так и надо еще выбрать что убийство долго эпическим холодным оружием у меня такого нет случайно убийство выбрать уночный момент нет испытания на время я ненавижу завершите миссию за отведенное время ограничение по времени зависит от количества целей на уровне так ну скорее всего я выберу опять несчастный случай далее мне нужно седативный я ты мне нужен я крысиный а этого добра у меня теперь есть седативный яд шприц с крысиным ядом это 2 а вот 37 каунер обязательно я возьму с собой лом обязательно все пошли превышен а хорошо как чтобы не оставить камера эта вещь которая поможет всегда а вот открыть дверь без ума я не смогу вольт к тому же куда вы меня отправляете они отправляют меня в джунгли на остров остров я помню там дверь это открывать надо но я подозреваю, что каунер важнее 9 из 7 2 штуки выбросить а, у каждой вещи есть свой объем видимо лом имеется хорошо, лом лом я может быть найду на да и отвертка 9 из 7 так, теперь у меня 6 из 7 а чтобы еще такого взять с собой больше нечего у меня еще есть бумага в туалете я не шучу, газета там лежала когда открылось помещение туалет, хитман вошел туда и там лежала обычная газета когда он взял из руки она вернулась превратилась в метательный примет позореваемый суткоежка ест батончики позореваемый суткоежка закрывает печи, заключает ему сделки и обменивается рукопожателем иногда бывает полезно спугнуть с позореваемым почему? потому что он что-нибудь выронит добро пожаловать на тот Эмбролс лучше не надо и так мы вычислили босса синдиката не надо познать цель мы собрали сегодня тебе в помощь у цели нет волос носит головной убор носит серьги и ожирили что касается этого примета мы знаем, что цель мучается жаждой и считает себя гурманом интересно, кто это? надеюсь, что это поможет не подведи 47-ю удачу как будто я тебя когда-то подводил, Диана скажешь, что же а, это студент-ученый который здесь что-то ищет интересующая биохимика? конечно каждую свою минуту провожу за чтением научной литературы по биохими он сказал да, наверное я пишу работу о новом применении биотоксинов которые можно найти на острове Эмбролс если попадутся на глаза ягушки или цветы принеси их мне, ладно? я сразу же поделюсь с тобой результатами своих исследований звучит много вещей а еще то же самое сказал мой научный руководитель так, отправить охранника а цель во-первых, надо сначала выяснить, кто цель во-вторых, сначала рвотный яд, потом седативный кстати, задания тут довольно простые но у меня также есть а, я могу уже цель цели подстроить какую-нибудь после того, как я отравлю цель седативным ядом цель потерять сознание после этого у меня нужно будет оглушить какую-либо какого-нибудь случайного МПС какого-нибудь охранника или неважно кого подтащить к цели, которая лежит без сознания и туда притащить какую-нибудь канистру или я уж не знаю что то есть, чтобы что-то взорвалось туда мне, по-моему, нельзя вот да Сука Все, я проиграл Субтитры сделал DimaTorzok Здесь укрытие не считается Надо было так попасться по дурости Завалить такую простейшую миссию прямо сначала Это надо уметь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok